Если сделать всю квартиру вот в такой декоративке, это будет отдельная история про теневой профиль для гипсокартона. Здесь решили сделать отопление у нас в квартире. Смотрите это, конечно, на порядок лучше, чем когда у вас. Но самая главная штука это вот здесь вот. Если у вас уже современный стиль наличников, то лучше делать их. Посмотрите, как сочетаются чистовые материалы. Всем привет! Сегодня жилой комплекс ZILART 80 квадратных метров. Здесь мы работали по техническому дизайну от Алексея Земского. Покажем готовый ремонт. Если вы хотите увидеть черновой этап с этой квартиры, то ссылочка будет в описании. Заходим в квартиру и слева у нас кухня. Далее большой длинный коридор, широкий. Слева спальня, прямо гостиная, ванная, подсобная зона и здесь у нас гардеробная. Теперь давайте по каждому помещению. Попадаем с вами в кухню. Она огромных размеров. Раньше вот здесь вот был балкон. Мы его демонтировали и сделали одну большую зону. Здесь можно поставить стол в два раза больше. И по мебели здесь должен стоять диван, для того, чтобы можно было здесь комфортно сесть и смотреть вот этот огромный телевизор в 4К разрешение. Большая кухня. Она у нас буквой Г. И смотрите, двойной холодильник. Это, конечно, пушка. В этой квартире у нас система приточной вытяжной вентиляции. Вот видите, торчат диффузоры. Здесь должны быть решетки. Они приедут чуть-чуть попозже, потому что их красили в цвет стен, но сделали небольшие дефекты и поэтому к съемкам они не успели. Поэтому через недельку здесь уже будут стоять решетки. По частовым материалам. Потолок у нас из гипсокартона. Стены под покраску. Белый плинтус МДФ. И кварцвинил на полу. Лежит под 45 градусов одним большим ковром. В проходе на кухне можно было бы поставить дверь. Но так как это помещение очень большое, а коридор оно длинное и узкое, здесь решили сделать проем, который обрамили таким же материалом, из чего сделаны двери. Двери, кстати, здесь из дуба. Чуть позже расскажу про них более подробно. Телевизионная зона напротив кухни сделана в виде декоративной штукатурки. Вот я сейчас подойду под ближе. Она называется штукатурка под бетон. Смотрится волшебно. То есть вот эти участки, они ровные, практически гладкие. И вот есть местами шероховатости. То есть если я сейчас отойду подальше, то посмотрите, как классно выглядит эта стена. Если сделать всю квартиру вот в такой декоративке, это будет уже не совсем правильная история. А если вы делаете только одну стену, то это будет смотреться фантастически. По цветам. Здесь выбран приятный, теплый серый цвет. Он даже немножко отдает таким голубым. Но, кстати, вот вживую больше серого. А вот на камере смотрю через телефон. Здесь немножко отдает таким нежно-голубым цветом. Но на самом деле это приятный, теплый серый цвет. Кухню подбирали под напольное покрытие. Видите, практически эти материалы совпадают. А стол, наоборот, делали так, чтобы он был похож на стены. Ну, практически получилось. Отопление у нас в квартире. Это встроенные конвектора Варман. Посмотрите, как сделан стык конвектора и кварцвиниловой плитки. Все очень красиво, достойно, в один уровень. Никакого перепада. Все хорошо, красиво подрезано. Отдельная история про теневой профиль для гипсокартона. Изначально он был придуман для натяжного потолка. А потом уже совсем недавно начали делать его и под гипсокартон. Вот в данном объекте заказчик пожелал сделать именно теневой профиль. Мы, пожалуйста, без проблем сделали. Смотрится это, конечно, на порядок лучше, чем когда у вас здесь классическое соединение. И вот получается, когда этот стык между стеной и потолком, чтобы его прокрасить ровно и не было никаких наплывов на стену или на потолок, это практически невозможно. Вы видите, каждый полмиллиметра. Вот в данном случае такого нет. Есть четкая линия, которая разделяет потолок и стену. Смотрится восхитительно. И вот смотрите, там, где у нас декоративка и покрашенный потолок, пожалуйста, тоже теневой профиль. Просто пушка. Вот у нас коридор состоит из двух частей. Вот одна часть и вот вторая. Здесь можно было бы поставить дверь, но сделали просто обрамление. Смотрите. Из такого же материала, что у нас сделаны двери. Все супер. Это дуб. И на кухню то же самое. Здесь у нас запилы под 45 градусов, потому что наличники сделаны под современную пластику. Больше в пластику отдает. Поэтому здесь подходит 45 градусов. Если у вас уже современный стиль наличников, то лучше делать их прямыми. Теперь пройдем в подсобное помещение. И посмотрите, какая здесь штука установлена. Ну, помимо того, что здесь стиральная машина и сушильная машина, мы уже практически начали привыкать к этому. Кстати, стиралка одна из самых современных модных. Это производитель АСКО. И получается, что у нее барабан отделен от корпуса. Вот видите. И эта машинка практически не нашумит. Но самая главная штука это вот здесь вот. Здесь у нас стоит проточный водонагреватель. Здесь у нас запорная ароматура. Магистральный фильтр. И стоит установка по умягчению воды. Очень классная штука. Внутри у нас гранулы, которые и делают воду мягкой. Всем рекомендую. То есть качество воды, ее восприятие на порядок лучше, нежели вот классическая вода, которая течет у нас по водопроводам. Тем более, в зависимости от района, вода может быть абсолютно разной. Все коммуникации у нас идут за стену. Здесь у нас фальш-стена. И идут водомерный узел, который находится за этой стеной в ванне. Проходим по коридору и переходим в ванну. Ванна именно тех размеров, когда можно сказать, что необходимы достаточно. Здесь у нас душевая зона, подвесная тумба, система инсталляции. Здесь можно сбоку поставить небольшой шкаф. Электрический полотенцесушитель. Скрытый люк для доступа к инженерным коммуникациям. Здесь у нас будет огромное большое зеркало, он у нас под заказ. Что мне понравилось в подвесной тумбе? Она матовая. В большинстве случаев это глянец, а вот здесь вот на ощупь и на вид это матовая поверхность. И она более практичная в обслуживании. Поэтому, если хочется чего-то интересного, какой-то изюминки, пожалуйста, можно выбрать вариант отделки для раковины именно в матовом исполнении. Посмотрите, какую ошибку иногда допускают. Покупают маленький гусак, то есть вот где-то такой. И получается, когда вы моете руки, очень неудобно. В данном случае лейка идет до самого центра. Вот такое расстояние является самым удобным. Душевую зону выделили другой уже плиткой. Здесь, посмотрите, трапы по всю ширину. Вот, посмотрите, как сделан трап. Это тоже плитка, она сюда вклеивается под размер. Вот эта вся планка, она вытаскивается при необходимости. Допустим, если вам нужно помыть трап, или у вас что-то туда упало, поэтому вы вытаскиваете всю эту планку, и уже можете там все промывать. Вот на этот бортик у нас встанет стекло. Оно уже на квартире, ждали из Польши. Но супер тяжелое, поэтому наши ребята буквально в течение пару дней установят здесь стекло, для того, чтобы вода не попадала вот в эту зону, и здесь было сухо. Душевую настроен на смеситель ГРОЭ. Куча всяких кнопочек, вертелок, для того, чтобы максимально выставить комфортную температуру, а также сверху вы видите тропический душ. Вот так он выглядит. Очень много режимов. Здесь сильный напор, здесь напор более слабый. Вентилятор в ванне – это отдельная история. Там стоит датчик влажности. Вы его включаете, и он высасывает воздух, пока влажность в помещении не опустится до нужных значений. И смотрите, в ванне мы тоже сделали теневой профиль. То есть сначала мы уложили плитку, потом начали уже монтаж потолка из гипсокартона. И вот вы можете спросить, почему огромное количество люков здесь на потолке. Это все потому, что в этом помещении у нас под потолком все коммуникации, которые связаны с приточно-вытяжной вентиляцией. Про эту штукатурку я вам уже рассказывал. А вот в коридоре, смотрите, немножко другая, белого цвета. Это уже Италия. Сделана она под мрамор. Абсолютно ровная, гладкая. И вот с маленькими вкраплениями шероховатостей. Их прям минимальное количество. И смотрится эта стена одним единым полотном, как будто она сделана полностью из камня. Теперь немножко про двери. Это у нас производитель Волховец. Материал изготовления дуб белого цвета. Черная фурнитура. Прекрасно гармонирует с белым цветом. Три петли. Посмотрите. Снизу, посередине и сверху. Тяжелые массивные двери. Прекрасная шумоизоляция. И высота еще. Смотрите, она больше двух метров. Смотрятся эти двери просто фантастически. Проходим с вами в гостиную. Из гостиной есть доступ в небольшую гардеробную. Ну, как небольшую. Пять квадратных метров. Это, в принципе, достаточно для того, чтобы разместить вещи для трех человек. Здесь у нас будет стоять диван, висеть телевизор. Смотрите, какое огромное панорамное окно. Видно, как растут могучие монолитные конструкции. По отделке на полу кварцвинил, аналогичный, как и в кухне. Все сделано единым полотном под 45 градусов. На стенах у нас обои под покраску. Потолок из гипсокартона с теневым профилем. То есть, по всей квартире он сделан. Здесь с решетками аналогичная история. Их покрасили немножко с дефектами. Белый плинтус. Он здесь невысокий. Высокий здесь бы смотрелся не очень, потому что помещение не слишком большое. Конвектор буквой «Г». Тоже все примыкание сделано очень аккуратно в один уровень. Посмотрите, как сочетаются чистовые материалы. Пол у нас светло-бежевый, белый плинтус. Двери, естественно, тоже белые, чтобы они совпадали. Тены у нас теплый серый цвет, который дает немножко голубым. Потолок белый из гипсокартона. Все это делает интерьер легким и воздушным. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях. Либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok